Итак, с вами привет, с НДВГ, продолжаем играть за США, Цезарь, Маккартер, все как обычно. У нас вот с кем идет война, в итоге мы можем переувидеть после перезагрузки с голландского стынди, с Нидерландами и Ругваем. И со всеми ними надо будет заключить отдельные миры, то есть каждого из них капитулировать. На самом деле это несколько долго, но я думаю мы справимся. Давайте сразу на Ругвай подправим нашу вот эту механизированную армию. Далее, сейчас будем планировать выставку, я думаю, в Нидерланды, хотя там... А, ну они воюют с французами, я думаю, их сейчас захватят. Тогда наша выставка будет планироваться сейчас где-нибудь здесь. Блин, мы и здесь собирались обидеть войну ребятам, уже как бы готовились. Но иногда выставка, наверное, будет Уст-Индию все-таки добить. После этого сразу же мы отправимся воевать с интернационала, выбьем его из Южной Америки, параллельно вот эти еще, две державы все захватим. Да, кстати говоря, здесь, да, какие-то части... Это острова Кудора, мне показалось, что это отдельная страна. И будем высаживаться в Европу против интернационала. Кстати говоря, Испания вступила в войну. Блин, ну да, ее снесут моментально. Ее очень быстро снесут, здесь осталось очень мало независимого. И мы уже, американцы, будем сначала высаживаться, я думаю, в Британию. И начнем освобождать Европу от красной угрозы. Есть еще Россия, которая ничего не получила в этой войне практически, здесь только небольшие территории. Посмотрим, что она будет предпринимать. Пока что она воюет с Инем. Как бы любопытная война, на самом деле я чувствую, что к концу нашей кампании реально практически весь мир определится с тем, кто кому принадлежит. В Африке, кстати говоря, как будто бы распались страны, но нет. В Свободных Штатах есть все-таки там марионетки, окей. Метал Африка кое-как держится даже под Гейдрихом. Ну, как я сказал, цель интернационал. И потом, наверное, цель, собственно говоря, уже будет Россия. Россия часть азиатской сферы какого-процветания? Что? О, что-то, что-то явно сломалось в моде, я чувствую. Да, что-то сломалось, ну ладно. Поехали. А вот и падение Германии произошло. Конец целой эпохи, ну да. И что-то все-таки здесь происходит, что-то выделяется, как будто здесь все-таки начнется гражданочка. Пока что здесь только АБМ, так сказать, появился, но посмотрим. Только АБМ, ну да. Ну, а предлагается, кстати говоря, вступить в войну против кого? Против этих всех ребят, против пыш, скоков. А, наших марионеток не замерили с Рейхспактом. Вот как это произошло. И Африка, или нет, Африка все еще не воюет. Странно, короче говоря, ситуация, миры как-то криво сработали. Но мы наших противников, в любом случае, знаем. Ну что ж, я думаю, это время не до Китая упасть. Наши войскать здесь готовы, обеляем войну. Призовем, конечно же, ребят сюда. Там будет у нас противник Берманский Союз. Но сначала здесь разберемся, потом на запад перейдем и там разберемся. Нидерланды, кстати говоря, вот и капнули. И марионетка улетела за ними. Ну, здесь забираем территорию. Наверное, еще только приоритетнее у нас будет здесь забрать кусочки. Господи, здесь еще что-то есть. Бразилию один стоит, не доели. А потом, ну, все Нидерланды здесь оставим, конечно же, тем, кто там их завоевывал. Ну и, конечно, здесь мы разбиваем Вьетнам без особых проблем. Все-таки у нас куча просто отличной пехоты и куча отличной авиации. Как бы здесь ничего и не может пойти не так. Так, Италия объединилась под синдикалистами. Да, похоже, в Европе на какое-то время будет мир относительный. Но на время, на время. Я чувствую, России не очень понравится такой расклад. Если говоря, Беларусь просто здесь независимой. Находится забавно. Какие-то абсолютно непонятные вещи с оккупацией происходят. Снова регион. Я захватил, отхватился. Потом Филиппинам что-то передалось. Какие-то скрипты говна происходят, по ощущениям непонятные мне. Здесь наши войска достигли точки. Можем спокойно начать наступление. Отлично. И давайте, наверное, сюда КБ сделаем. Хотя мы доделываем КБ еще сюда. Вот как сюда доделаем, тогда начнем делать на Акпадор. А вот и Уругвай, пока я здесь контролил, капитулировал. И вот Вьетнам мы взяли. Остался лишь его один союзник. Господи. Надо в два шага захватывать. Какой ужас. А, и за Бирманским союзом, кстати говоря, стояла Камун Абхарата. Ну, не повезло вам, ребята, воевать с нами. Начинаем туда морпехами продвижения. Думаю, проблем у нас быть, в принципе, не должно никаких. Авиация слишком сильна. Морпехи тоже невероятно сильные. Движение должно быть отличным. Теперь мы готовы напасть на Перу-Боливию. Поехали. Мы с армией здесь примерно на позициях. Можем нападать. Единственное, авиацию бы поправить чуть-чуть стоило. Давайте так и сделаем. Примерно вот так. Бирманский союз по типу подходит к своей капитуляции. А нас позвали в войну с Африкой. И мы откликнулись на ИЗОВ. Единственное, опять нам насрали в... Собственно говоря, Южную Америку. Ну, надо чё? Надо чистить. Вилка чистим. Пирманский союз создался. И нам насрали здесь. Как же ИШКО не хочет, чтобы у нас была нормальная война. Мне кажется, мы просто вот так вот сделаем. Ну, просто потому что... Да, надоели. Что это за приколы? Взяли просто территорию забрали. Понятно, что мы можем взять право на проход, но... Все равно. А, все, что мы захватываем, передается Раджам. Не-не-не. Так. Сюда-сюда. Сейчас мы это... Покажем, что там, кому передаваться должно. Так, Перу-Боливию мы там взяли. Отлично. А вот мы и исследовали ядерные реакторы. Домом будет еще далековато, поэтому пока еще не будем исследовать, но скоро. А мы начинаем полномасштабную ядерную программу во всей Америке. Как сказать, с лучших тепла в каждый дом. И поскольку все наши плюс-минус фокусы окончены, давайте займемся вот этими фокусами посерединке. Это, видимо, фокусы расизма или что? Судя по всему. Ну, просто не удачи, давайте по ним пройдем. А еще мы планируем высадку в... Либерию. У нас полностью... Потому что целая армия туда будет высаживаться, реально. Вот здесь вот был флот, да? Ну, давайте мы переместим хотя бы что-то вот сюда. Пожалуй, она поможет нам высадиться. И потом может защелиться. И мы можем убить войну. Практика, правда, не завершено. У нас все дивизийных территорий, черт, надо вывести наши дивизии тогда. Давайте-ка быстренько туда-сюда. Одна нога там, другая там. Нас пытались атаковать еще в ответ. Удачи. Ну-ка, только... Да, отпустите. Мы хотим напасть на ваших врагов. Отпустите нас. Типа, серьезно? Что с вами не так? Так, и Патриция есть. Сопред на смешивание раз допустим. Все, вывели все войска, верно? Все, обвести войну. Призвать всех союзников. Вот, теперь мы можем сделать просто один простой батл-план. Вот такой. По захвату всей Индии. Поехали. Здесь мы можем уже проехать, проплыть. Поэтому отправляемся. Почему вам с... А, что не так? Не так то, что, во-первых, я не обидел им войну. А, во-вторых, там Сьерра-Леона высадила, черт возьми, третьего интернационала. И оно не дало нам... Да, господи, опять насрали. С уведомлениями не дало нам захватить здесь плацдарм. Потому что мы-то воюем. Если что, со всей Африкой. Здесь вот. А эти ребята не воюют. Из-за этого сейчас мы можем очень жестко затроллиться. Но даже без снабжения наши войска, я думаю, все равно да. Намного сильнее вражеских. Либерия капает. Что, нам не хватит даже на... Провку одну. Да, нам не хватит даже на провку. Это, конечно, грустно. Ладно, будем высаживаться тогда куда-нибудь. Не знаю, на юг Африке. Потому что будет топнее всего, наверное, с югой идти на север. О, и Харад капитулировал. Таким образом, мы сейчас сделаем уже нормальный фрод против вот этих ребят, да? Раджи. И будем уже воевать за всю Индию. Объявляем, наконец-таки, войну Эквадору. Очень долго мы с ним ждали. И мы можем начать выставку. Верно? Никуда нажал. Теперь точно можем. А это кто были? А это, а эти плевать на них. Сейчас этот чувак обучится нормально вывести войну. Вот так. И сейчас мы здесь тоже перейдем на наступление. И вот мы начинаем наше наступление в Индии. Авиация работает. Морпехи работают. И успешно добиваются поставленных целей. Как и морпехи вот здесь вот. Как будто есть проблемы, но это фейк информация. Все отлично у нас здесь. А здесь вообще даже и намеков на проблемы нет. И просто мы методично сейчас красивенько захватываем всю Африку. И начинаем наш путь на север. И Россия пока что достаточно неплохо в Китае продвигается. Я бы так сказал. Она, конечно, огромная экономически. Здесь ребята тоже подросли. У нас, конечно, никто еще не достает. Но, тем не менее. Я думаю, уже пора с интернационалистами, да, начинать что-то делать. Кроме того, у нас здесь только и ждут наши ребята каких-то боев. У нас здесь вот танковая армия полностью готовая. Я бы сказал, можно себе еще одну такую же сделать. Вообще, что бы и не сделать. Давайте сделаем. Давайте сделаем. Две такие же. Почему нет? И надо бы... Блин, у нас генералов не очень хватает, честно говоря. На все это чудо, да? У нас, кстати говоря, вот еще и маршал есть. Неплохой, кстати говоря. Я его первый раз вижу. Но генералов очень не хватает. Тем не менее, пока что есть. И давайте подумаем, как мы танковую армию хотим применить. Мы, скорее всего, хотим боевать ей в Европе. Ммм. А что, если с ирландцами договориться? И на самом деле, митрель Африка сопротивляется жестче всего. У нас потери здесь, конечно, можно сказать еще, что это от того, что я авиацию сразу сюда не перебросил. Ну, все-таки пока аэродромы захватить, да, вот это все. Но тем не менее, все равно, все равно достаточно хорошо они сопротивляются. Можно их за это, конечно, похвалить. Я бы сказал, скорее всего, это из-за того, что я вижу, что здесь у них очень много механа. В отличие от других стран, у которых механа этого нигде вообще не было. А вот и Федерация РЖ тоже сдалась. Можно уже сказать, что мы практически всю Азию контролируем. Остается, пожалуй, лишь Китай, наверное, которая еще имеет какую-то независимость. И объединяем Индию всю в одну страну, пожалуй. Сейлон... Сферы тоже Индии отдался. А, нет, Сейлон мы... А, ну все равно ее вернули, ладно. Пойдет так. Свери Индонезию мы не видели, хотя, наверное, стоило выделить, как и в Вьетнам. Но что же поделать. А вот и ЮАР тоже сдалась. Сейчас у них снабжение здесь посыпется немножко у этих ребят. А у нас фронты, ну, что поделать. Ну, и планируем мы в Исквобританию уже. Уже пора. Начнем с Британии, потом в Европу и там дальше посмотрим. И начинаем мы также исследовать ядерные бомбы, атомные, если быть уверенным, конечно же. Кстати говоря, я думаю, Африку мы бы тоже оккупировали пока что. Чтобы здесь с базами и с снабжением не было приколов. Думаю, можно пока что ввести, так сказать, наш протекторат. Но он будет совсем только официальным. Даже напрямую будем контролировать все. Игра начинает виснуть, вот просто вот так вот. Вот, надеюсь, все краши не последуют. А то очень страшные какие-то подвисания. Раз, если верят на Финляндии, напала и планируют атаку на... Типа Украину, наверное, да? Ну, как будто да. Только почему-то нету названия у страны. И, кстати говоря, Китай теперь Китайская Республика. Марионетка Россия. Что ж, действительно скоро встретится интернациональная Россия в бою. Но я хотел бы напасть на интернационал до этого, чтобы не делить варскор. А, вот и замерились. Они, видимо, с криптовым. Париж против Москвы. Оно началось. Оно началось. И это значит, что нам нельзя больше ждать. Так, а эти ребята еще... Нет, все доехали. Флот не доехал. Черт. Нельзя больше ждать. Нельзя больше ждать. И давайте-ка сюда, что ли. Нам нужно последний регион. Вот. Который, в этот спящий гигант пробудился. Это про нас? Бля, ребята, ну... Ну, как бы уже давно. Я бы сказал, ну, настолько давно, что как бы уже и как бы стыдно такое писать. Вообще. Ну, ладно. И начинаем мы наступление в Южной Америке. Все, вот здесь шикарно. Здесь у нас ребята дообучали. Здесь надо было реорганизоваться немножко. Сейчас обучиться на счет наступления. А здесь мы ждем, когда наш флот сможет вот досюда достать еще. Надо, знаете, что сделать для этого? Надо сделать вот так и отсюда приказ нажать. Итак, все готовы? Блядь, не все прибыли. Вы где? А где вы? Еще не все прибыли. Как в этом оказались? Хороший вопрос. Ну, ладно, пускай уже дает обратно. Ну, а тут ребята, конечно, все покапали. Ну, ничего удивительного, собственно говоря. Тут и нету. Не смогут эти страны против нас, против наших механов выдержать. Оборону. Ну, а теперь вопрос, что мы отправим вот туда, в Южную Америку, вот еще и в Южную Африку. Наверное, механ просто. У нас теперь очень удобный фронт для наступления. Давайте механ сюда и дошлем. Вот и Чили капнули и осталось здесь ноль держав. Америка теперь реально Сан-Хуан. Черт. А, ну, кстати говоря, очень много ядерок достроилось. Я уже просто в предвкушении того, что будет, когда мы начнем их производство. Тем не менее, Британию, я думаю, мы без этого капнем. Скорее всего, Францию тоже. Вопрос, кто из них великие державы? Британия, Франция, Италия. Окей, то есть там мы реально должны капнуть только эти три страны, и все будет окей. А здесь Металь-Африку. Ну, окей. Сюда идут наши две механизированные армии. И с ними, я думаю, мы Африку запушим как надо. Кстати говоря, я вижу, очень много конвоев топятся. Видимо, они здесь войска перебрасывали. Ну, видимо, не очень удачно. Начинаются наши здесь высадки. И вот вопрос, нам бы сюда авиацию сразу какую-то, да, отправить? Вопрос, какую? Ну, я думаю, все вот это можно сейчас собрать и подготовить к отправке. Ведь мы уже на берегах Британии. Мы начнем сейчас забавляться от угрозы интернационала в этом мире. Ну, и, конечно, один только моропихи уже в состоянии даже взять Британию. Очень интернационал слаб. Эм, да. Это интересная цифра размена с авиацией. Я такой думал, блин, а что это воздух такой желтый, да? А тут просто накидали самолетов, и они просто по 60 улетают. Да, как я и говорил, эти самолеты очень сильны, но мы можем так размениться сейчас только потому, что мы уже, ну, все это время строили, и мы просто невероятно большие. Конечно, против игроков такое не пройдет, потому что, ну, у нас не будет столько самолетов, а у них будет больше, хоть они будут чуть-чуть хуже. Опять-таки, за счет количества они будут сбивать больше ваших, и вы окажетесь в невыгодном положении. Тем не менее, мы уже можем начать с наступления, и проблем, я думаю, у нас с ним не будет. И я перебрасываю все тоже свои стратегические бомбардировщики, потому что, ну, а что нет? И я бы им бомбил, наверное, какую-нибудь Италию, если я не буду доставать. Атомная бомбардировка города Москва? Ого! Ого! Кто-то там смог ядерную бомбу раньше меня сделать. Ну, видимо, у них там были бонусные исследования, а у нас, если говоря, странно почему, но их не было. Может, какая-нибудь Франция? Черт, надо срочно их ликвидировать, верно? Ну, конечно, слава богу, они нас не достанут никогда в жизни. У них нет такой авиации. Но все равно это некоторые опасения вызывает. Кстати говоря, вот как происходит бомбардировка, давайте еще сделаем вот так. Чтобы было еще веселее. Как говорится, бомбардировки городов — это не преступление, если тебе было весело, верно? Жесть, тут мы что-то делаем. Давайте только чуть-чуть поточечнее поработаем сначала по вот этим объектам, чтобы они не могли сопротивляться. А потом мы по-другим. И начинаем также бомбардировки над Францией, только по логистике в основном. Ну и пускай наши истребители тяжелые их поддерживают, конечно же. У меня столько этих повиновений о базах теперь, когда у нас только авиация работает. Даже неприятно, честно говоря. В любом случае, мы уже готовы, в принципе, усаживаться. Если у нас танки сюда доехали, я думаю, я сразу танками и буду делать высадку. Типа, что мне думать. Поехали вот так, и оттуда начнем полномасштабное сражение. Ну, в принципе, что еще думать? Одного порта хватит, и оттуда все танковые армии по всей Европе. И параллель с этим начинаем наступление, конечно же, в Африке. Здесь никто нам не накидал, да? Вроде нет. С Анхуаном только надо еще разобраться, честно говоря. Давайте сразу объявим войну, чтобы КБ не пропал. И у нас здесь есть некоторые дивизии. Давайте они просто... У нас здесь есть, кстати говоря, граница наземная. Давайте они просто вот сюда пойдут и захватят его. Вот и выездка пошла сразу. Моментальная удача, моментальный успех. И сейчас будем перетягивать сюда всю наш танковую армию. И сразу планируем идти до Италии, потому что нам нужно капнуть Италию и Францию. Давайте, поехали. Ну, я на всех случаях накидал еще сюда пару тысячи авиации. Как бы, да, вдруг. Теперь, я думаю, все повеселее. И наблюдаем, что у нас здесь происходит. Надо тоже помнить, что у нас здесь еще есть авиация, которую надо контролить. Так что тоже ей занимаемся. Мне кажется, здесь у нас все отлично. Можно еще морпехов добавить сюда, пожалуй. Давайте-ка уберем... Ага, приказ стоит. Давайте-ка уберем их сюда и добавим еще тоже приказ идти куда-нибудь вот в этом направлении. Только чуть-чуть поудобнее как-то, чтобы было. А еще можно, в принципе, поставить взлом вот этих вот всех стран, кроме России, потому что с Россией нам еще воевать. Ну, когда мы еще это нажмем? И я даже поставил приказ прорыва, чтобы просто они уже атаковали все, что видят. Думаю, нам подойдет. В принципе, сопротивления реального мы уже не встречаем. А вот мы исследовали атомные бомбы. И Франция капнула, кстати говоря, в этот момент. И мы отправляемся за Италию. Это последний мажор здесь. А еще Германия и Украина мажором считаются. Окей. Значит, их тоже надо будет капнуть. А вот мы едем за Сан-Хуаном. Это, конечно, цель поважнее всяких Франций, я считаю. Ну-ка, и как здесь выстка? Вроде, да, вроде все успешно. Но там одно ополчение и недопехоты немножко. Так что, да, конечно, с нами они уже ничего не сделают. Война капнула. Италия скоро капнет, и Германия тоже. Так что скоро эта война закончится. И Италия капнула. Остается лишь Германия, пожалуй. И все. Давайте наш танковую армию, пожалуй, тогда переведем вот сюда. Пускай они возьмут Германию. И на этом закончим. Закончим нашу борьбу с интернационалом. И начинаем танковое. Здесь тоже наступление. Нас там морпехов двух убили, кстати говоря. Вот этих еще пытаются убить. Надо им в идеале постараться бы этого не дать сделать. Но там уж как получится. Оба-на. Супер оружие где? Да. Да, я хотел бы бомбу Оппенгеймера. Но проблема в том, что у нас уже они есть. У нас уже их 9. Мы делаем атомную бомбу каждые 5 дней. Немножко поздновато. 45-й год. Уже кто-то его использовал. Найс супер оружие предлагаете мне в последний момент. Давайте спросим одну бомбочку вот сюда. Повар скоро у них ударить. Я был бы не против. Скоро там. Да, вот-вот сейчас должны издаться. И вот оно. Ура. Давай. Фюре, комрадс. Нет. Морико, факт я. Наверное, наверное. Наверное, это подойдет. А мы теперь делим Европу. Ну, на деревушку это мало походило. Скорее Америка забирает все свое. Надеюсь, без краша сегодня. Да, отлично. Ну что ж, мы освободили всю Европу. Нам остается буквально в Африке добить Металь-Африку. Мадагаскар. Господи, тут еще какие-то ребята мелкие. Ну, объясненно говоря, у нас остается последний противник. Это российское государство Савинково. Он достаточно большой промышленно. Конечно, с нами уже оно в жизни не сравнится. С нашим ядерным. Поезопасом тоже не сравнится. Но, тем не менее, оно еще есть. И его еще надо разбить тоже. Там, тем более, еще и Китай есть. Так что вот оно будет. Финальное сражение гигантов за то, кто же будет владеть миром. А все это в следующей серии, ребят. С вами был Лугай. Подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Твич, Дискорд, ребят. Все как обычно. Лайки, комментарии. До скорых встреч. Пока.